привет сегодня 4 марта 2021 года четверг я вчера была на рынке купила зелени так захотелось прямо жуть как захотелось первой зелени купил редисочку шпинати где он тут у меня шпинатик вот такой вот пучочками шпинат ну просто уже тут весь у меня поразваливался так вот пучочками вот такой шпинатик зеленый лук помидорка у меня было и захотелось у такого обыкновенного салата а вообще знаете что молодая редисочка ее можно прямо вместе зеленью салатик крошить конечно это на любителя но вот эти вот сами палочки я крошить не буду которые возле редисочки ну и носик понятно или хвостик вот этот тоже отрежу а вот эту молодую листву и вот все остальное зелень я всю порежу салатик вот потому что в первой молодой зелени очень много разных полезностей так будем говорить не знаю как это по-научному пока стояла на рынке слышу женщина говорит так еще и зелень молодой морковки тоже говорит полезно а вторая говорит ну молодой морковки ведь не знаю как там говорит не пробовала вот ну а то что он варит от редиски вот это вот верхушечка вот это вот зелененькая это были действительно полезно ну вот я так делаю сами твердые палочки я отрезаю вот и этот хвостик как у мышки а все остальное салатик пойдет дело можно было конечно со сметанкой но марина забыла купить сметанку а уже специально идти за ней не хотелось вот так что но у меня есть нормальная посол слушайте ляньте тут прямо не с какими-то бурьянами но бурьян и я кушать не буду понятное дело это в пучочках она в пучочках навязанная и там вместе со всякими ну ну понятно нож растет а вот интересная конечно у меня огорода никогда не было сама никогда не сажала этого 3 диска она из теплицы вот это же идет ну ну наверно да но не в груди зима только закончилась да я представляю это у людей тоже бизнес надо выращивать зелень ухаживать за ней да сколько трудов ну что ж это хорошо если конечно все это раскупаться будет если люди все будут покупать и весь урожай не пропадет вы знаете обошла на рынке полно продается а вообще зелень продается круглый год я вот иногда бывает себе покупаю или базилик зеленый или зеленого лучка захочется ой базилик куда базилик зеленые бывает же базилик еще такой фиолетовый я такое такое люблю если честно вот видите какие-то бурьянчики еще попадаются не знаю может это конечно не бурьян непонятно что так что все нарезаю салатик и буду витаминами заряжаться весна надо витаминную эту свою залежи пополнять потому что ну что всю зиму даже если зелень но какую я зелень покупала помидоры вот эти вот вот эти это разве витамины это только так знаете то для запаха или непонятно для чего так что режу салатик всем желаю тоже весной побольше витаминов кушать побольше зелени у кого свой огород я думаю уже вас там после после снега стал проклевываться и лучок вот бы сейчас молодого бы чесночка еще зелень съесть аж слюнки текут так чеснока молодого захотелось а у меня знаете мама говорит перебрала чеснок в холодильнике говорит смотрю начинает прорастать я взяла прямо водичку их поставила или как она ну так как лук я решу серьезно он точно также может зеленью так запустить в стаканчике на подоконник поставить и будет не будет вам счастье так что вот марина проводит день свой в трудах праведных подзаряжается витаминками витаминами салатика не вот так вот вот настругала уже целую месяку салата видите сколько получилось вот какая целая гора зелень и здесь значит у меня листья молодой редиски сама редиска шпинат зеленый лук помидор соль по вкусу соль кто не любит соль можно кстати овощные салаты и без соли кушать это тоже неплохо можно какие-то приправы кидать которые соль содержат и тогда такую соль бросать не надо опять же кому что нравится свой любимый черный перчик обязательно обязательно и что у меня есть я вот хочу показать у меня во первых так есть оливковое масло которое я смешала у меня здесь лавровый листик лежит и черный душистый перец а здесь у меня подсолнечное масло ой извиняюсь это перца на дышалась здесь у меня тоже лавровый листик лежит и чеснок вот этот масло ну или то или то это прекрасно вот оно мне уже заканчивается всем советую можно даже не обязательно оливковое или пахучее масло обыкновенную допустим масло из магазина если нет возможности купить на рынке пахучее масло все берете сами делаете пахучее небольшую такую вот бутылочку какую-нибудь я туда накидала а еще и розмарин у меня лежит еще и веточка розмарина у меня тут лежит и чеснок вот как у меня видите и все и заливаю маслом чем дольше стоит тем лучше масло пропитывается маслом ну а здесь оливковое масло точно также можно намешать но только конечно приправы лучше не черный перец который вот такой вот сыпется который мы сыпем а который горошком вот черный перец а вообще есть набор перцев немеленных черный белый черный белый душистый кусочками лавровый листик туда можно кориандр туда положить если кому-то нравится гвоздику положить ну опять же это можно все пробовать может можно вообще по маленьким бутылочкам разлить попробовать все по одному положить и чуть-чуть по наливать масло и пусть она у вас стоит неделя две недели и будете пробовать и как вам на запах и как вам на вкус и тогда определитесь какое у вас любимое может быть масло все марина кушает вот такой вот себе витаминную бомбу сделала он витамины прям выпрыгивают с тарелки надо их ловить бегом-бегом и кушать вот масло в сторонку отодвигая вот такой вот видите пучок редиски вот я купила один я порезала один у меня остался буду потом еще лакомиться так что присоединяйтесь ко мне к такому вкусному вкусному салатику красивому зеленому видите какой вот приятного аппетита всем всего хорошего пока